Здравствуйте, это Наше Время, я Василий Морозов. В Алдайском крае они вполне учитывают мнение жителей, когда выбирают объекты для благоустройства по федеральной программе формирования комфортной городской среды. К таким выводам пришли эксперты Народного фронта. Наш регион оказался на 42-м месте по тому, насколько жителей включают в обсуждение. Среди критериев также участие жителей в выборе объектов благоустройства, дизайна их, ну и другое. Почему край стал середняком рейтинга и что мешает более внимательно относиться к мнению жителей, поговорим с сопредседателем регионального штаба Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Мариной Ермоленко. Марина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну как, вот давайте сначала, прежде чем справедливо-несправедливо, с этим разбираться, разберемся вот с чем. Есть федеральная программа формирования комфортной городской среды на муниципальном уровне, она воплощается. На каком этапе к ней должны подключаться жители? Вообще, какова процедура здесь? Собственно, эта программа и создана для жителей, поэтому подключаться они должны с самого начала. Вообще, у нас при Общероссийском народном фронте в каждом региональном отделении создан центр мониторинга с самого начала существования этой программы. И мы уже занимались информационной такой политикой некой распространения информации о программе среди жителей. Буквально до апреля месяца мы этим достаточно подробно занимались, провели более 80 встреч. Поэтому, в принципе, жители нашего муниципалитета и ряда муниципалитетов, включенных в эту программу в этом году, получали эту информацию в том числе и по линии Народного фронта. Поэтому с самого начала программы. Ну, понятно. Ну, а как их подключать-то должны? Должны довести вот жители? Вы можете тогда-то, тогда-то, туда-то, туда-то обратиться и предложить то-то, то-то. Вот как здесь? Вот 2017 год, он был достаточно знаковым, потому что он был первый. И, конечно, здесь, наверное, нужно говорить в большей степени не о том, как мы подключали, да, а о том, какие проблемы в итоге мы получили. Потому что нам нужно эту программу реализовывать до 2022 года. И 2017 год, он был таким знаковым. Конечно, каждый житель должен, если он инициатором является, в общем-то, на свою сторону переманить всех остальных жителей. То есть провести общее собрание жильцов, составить протокол, дизайн-проект. Ну и, соответственно, общественная комиссия, которая работает при органах исполнительной власти, эти проекты рассматривает и уже принимает решение включить или не включить жителей в эту программу. Данного конкретного дома. А нести-то этот проект, они куда должны в итоге? Общественная комиссия при органах исполнительной власти. Вот смотрите, я вот насколько активно с властями общаюсь, насколько активно изучаю сайты, но я где-то не видел такой кнопки «предложить» или «где эта общественная комиссия находится». Может быть, как раз в этом есть недоработка? Относительно информации, да, мы вот, опять же, почему я сказал, что 2017 год, он достаточно знаковый. Все вот эти нюансы, которые были, минусы, так скажем, мы их стараемся учесть. И вот по линии Народного фронта тоже транслировать. Я приведу пример, некая маленькая победа. Вот многие жители с какой проблемой сталкивались? Это проектно-сметная документация. Вот разработали они этот дизайн-проект, но проектно-сметная документация за счет жителей. Ну, в среднем это около 20 тысяч рублей. Согласитесь, сумма вроде бы с одной стороны с большого дома небольшая, но с другой стороны лишние затраты. Общероссийский народный фронт не раз поднимал на федеральном уровне эту проблему. И вот в 2018 году проектно-сметная документация в рамках этого проекта будет за счет бюджета проекта осуществляться. Ну, вот как пример один из... Да, каким образом будут определять, вот, ну, вот ваш проект, ваша проектно-сметная документация соответствует, не соответствует? Тоже же ведь можно, грубо говоря, в пустую деньги потратить? Ну, непосредственно здесь осуществление, так скажем, непосредственно проводником этого проекта является не только Общероссийский народный фронт, активисты, но и органы исполнительной власти. Вот я могу сказать, что в городе Барнауле, в нашем муниципалитете мы очень активно сотрудничали, и, в общем-то, на все встречи, которые у нас были, мы выезжали совместно. Другой вопрос вы задаете абсолютно правильно. Как это будет... Вот я уже, наверное, даже обращаюсь к жителям, которые захотят принять участие дальше. У нас была проведена, сейчас она закончена, инвентаризация дворовых территорий в городе Барнауле, и вот на основе этих результатов, в том числе, часть дворовых территорий, их 60, были включены в этот проект на 2018 год. Ну и, конечно, учитывались и заявки самих жителей. Есть определенные критерии, вот вы говорите, где посмотреть, как. Есть муниципальная программа, которая была разработана на 2017 год. Сейчас, до 31 декабря, будет разработана программа 2018-2022 год, где прописаны четко все критерии. Кстати сказать, вот опять же, 2017 год показал нам где-то какие-то плюсы, минусы, нюансы, где нужно было подкорректировать, и в том числе предложения Общероссийского народного фронта, они были учтены. Вот этот документ мы когда в итоге увидим, я думаю, мы это увидим, что станет немножко полегче в этом плане. 42-е место Алтайского края, хорошо это или плохо? Это хорошо в условиях того, какие были условия вообще в 2017 году. Потому что, если вы следили с самого начала за этим проектом, и опасения у нас были какие? Очень сжатые сроки. Мы еще учитываем наш регион, природные и климатические условия нашего региона. Потому что, конечно, мы не южные регионы, не Крым, не Севастополь. И нам достаточно сложно в эти сроки было уложиться. Потому что здесь же действия 44-го закона, и все процедуры необходимые. В итоге, к работам приступили в середине лета, конечно, мы боялись не успеть. Мы тоже боялись, потому что мы, как общественники, свою ответственность чувствуем. Потому что мы выходили весной вот с этим информационным моментом к жителям нашего муниципалитета и нашего края. Но, тем не менее, практически все работы, ну и все акты уже подписаны, работы завершены. Есть определенные нюансы, чего уж тут скрывать. Есть моменты, и с жителями проведены беседы соответствующие. Я думаю, все эти недоделки весной уже будут устранены. Опять же, очень сжатые сроки. Кстати, наши коллеги на форуме действий в Москве, который состоялся буквально на днях, эту проблему озвучивали. Одна из проблем — это сжатые сроки 2017 года. Поэтому 42-е место — это самая середина. Я думаю, это неплохой результат для Алтайского края, учитывая, что объявлены топ-10 лучших и топ-10 аутсайдеров. Я думаю, что мы здесь в середнячках. Другое дело, есть куда расти. 2018 год, учитывая все недостатки, я думаю, будет успешнее. Да, ну и последний вопрос. Если все-таки столкнулись с какими-то недоделками по этому проекту, с какими-то недочетами и вообще, в принципе, с претензиями, то с этим вопросом куда жителям? Обращаться также и в органы исполнительной власти, и жители непосредственно тех домов, которые курируют Общероссийский народный фронт, так назовем. Потому что у нас, в принципе, изначально 95 дворовых территорий в 2017 году было непосредственно в городе Барнауле участвовало в этом проекте. Потом, как вы знаете, был проведен аукцион, сэкономили часть денег, еще 11 дворовых территорий. Но в целом, по Алтайскому краю, 23 дворовые территории мы курировали, именно активисты Общероссийского народного фронта. Поэтому вот с этими людьми, жителями этих домов, мы были на прямом контакте. Но в целом, я знаю, что и на уровне нашего муниципалитета есть закрепленные за этим люди, которые реагируют на любой сигнал. И вот здесь еще хотелось бы обратиться к жителям по поводу еще одной проблемы. У нас не все жители, которые подавали заявки на 2017 год и попали, попадают в 2018, потому что изменились непосредственно условия. Ну, например, процент софинансирования ранее по дополнительным работам был один, минимум, сейчас минимум 40%. Но, тем не менее, здесь опять же, вот сейчас мы увидим 31 декабря программу муниципальную, я думаю, что и эти моменты, они будут скорректированы. Поэтому есть и номера горячей линии в Алтайском крае по этому проекту, куда жители могут обращаться. И, в общем-то, все контакты, они открыты. Мы на каждодневном контакте. Ну, хорошо, что есть кому контролировать и призываем жителей тоже быть активными, потому что все-таки, если не они, то кто, собственно, и всем нам среди этого всего жить. Это и цель проекта. Это было наше время. Увидимся в эфире.